Всем привет, с вами снова Юлиан и это канал RSSCO Modules. Да-да, вы очень ждали, сегодня сборка дальнобойки на модулях LoRa, на проекте поляка QCZEK LRS. Данный проект отличается конечно же дальностью своей работы, есть уже результаты с хорошими антеннами 130-140 километров. Ну и самое главное, это бюджетность постройки данной LRS. Цена модулей копеечная от 7 долларов до 11 долларов, в зависимости от частоты и модели. Простота сборки и настройки, при менее просто ровных рук, четко следуя моей инструкции, можно без проблем собрать данную LRS. Пробегусь вначале по модулям, они есть разной частоты и есть новая и старая версия, обратите внимание, новая версия улучшена, там уменьшено количество гармоник, а также чувствительность улучшена, по-моему, на 3 или 4 dB. Их отличить очень легко на всех новых модулях, например, для 915 и 860 это вторая версия. Четыре контакта для прошивки, у старой версии 2. То же самое для других модулей, например, версия 6.2 новая. Четыре контакта, у старой 2. Разница в цене небольшая, поэтому лучше брать именно уже обновленные новые модули. Чтобы не ошибиться, я оставлю ссылочку на официальный магазин на Алиэкспрессе компании CD-Byte. Они производят и у них самые отличные цены на этот магазин. Я сам покупал в другом месте, дороже по 19 баксов. У них данные модули стоят в два раза дешевле, чем в любом другом магазине. Сами модули, которые нам подходят, бывают трех разновидностей, а именно по частотам. Это 433 МГц, есть 868 и есть 915. Я бы, кстати, взял 915 для тараники, но не было тогда в наличии. На официальном магазине есть. Я оставлю на все три модуля ссылки. Сборка и прошивка идентичны практически, поэтому можете брать на свой выбор. Единственное, сегодня мы будем собирать LRS-ку 433 МГц для тараники X9 или X7 или любой другой аппаратуры, пусть тот джампер даже, у которого разъем GR. А в следующем видео будем собирать уже LRS-ку на частоте 868 для X-Lite. Там есть некоторые маленькие нюансы, поэтому сделаем все это в отдельном видео. Также, конечно же, будут тесты по дальности различные. Данную LRS-ку 433 я установлю на свой мини-эталон. На нем же будем тестировать максимальную дальность. Следующее видео будет по сборке LRS-ки для X-Lite. И также будет видео по миниатюрным приемникам. Вышли обновленные версии данных модуля, миниатюрные, маленькие, которые можно будет использовать в качестве именно приемников, потому что данный модуль довольно-таки великоват. Весит немного, но все-таки для использования в лонг-крыночках дракоптерах, меньше трехсотого размера, не так удобно. Для крыльев самолетов без проблем. Для мелких квадриков, конечно, уже проблематично использовать довольно-таки громоздкий модуль. Обновленная версия практически в два раза меньше, в два раза легче и отлично подойдет для качества использования в виде приемников. Ссылку на него также оставлю, можете сразу брать, если вам интересны миниатюрные приемники. Как только я получу, сразу же сделаю видео по настройке и тестированию мелких приемников на мелком модуле. Остается вопрос только в антеннах. Антенны для данных частот можно изготовить самому. Можно купить, просто по поиску набирайте 433 или 868 или 915. В общем, купить антенны вообще не проблема. Даже на официальном магазине есть какие-то антенны среднего качества, там, для 433, для 915, 268. То есть я даже на них ссылочку оставлю, если что. Их поначалу можно использовать. Дальше, конечно, лучше взять какие-нибудь хорошие или сделать направленные антенны удояги или обычные четвертьволновые диполи, которые вообще изготовить не проблема, просто наберете в поиске. Диполь 433 МГц, все. Получите все размеры, как сделать. То есть здесь вопросов никаких не будет. На приемнике вообще можно использовать просто кусок провода необходимой длины. Чуть позже это сделаем. А для сборки нам потребуется совсем ничего. Это модули 433 на сегодня. Мне лично интересны именно вот эти модули 433 МГц, потому что так получается, что сегодня на рынке нормальной LRS, современной на этой частоте просто нет. Все LRS 433 как-то остались там в 2014-2013 году. Они все морально давно уже устарели. Это просто динозавры и при этом просят за них немалые деньги. Единственный проект, который там еще более-менее живет, это OpenLRS. Но этот проектик будет получше. Он и функциональный, он и более современный, и модули более чувствительный. Вот поэтому 433. Далее, любой понижающий стабилизатор 5 вольт или настраиваемый, как у меня, который можно будет настроить под напряжение 5 вольт. Один светодиод, один резистор, любой светодиод, любого цвета, как вам нравится. Резистор 220-330 Ом. Нужен будет как на приемник, так и на передатчик. На приемник я, наверное, буду использовать SMD резистор и SMD светодиод. А на передатчик обычный. Также потребуется кнопочка. Например, вот такая. Выпаял просто с какой-то платы. Нашел. Она нужна будет для передатчика. Она используется для того, чтобы войти в режим настройки, а также для настройки фолсейла. Как опция, это Bluetooth-модуль. Любой, например, HC06 ардуиновский. Он нужен для того, чтобы подключиться к LRS. После по Bluetooth можно подключить смартфон или ноутбук. Данная LRS умеет передавать телеметрийные данные от полетного контроллера. Правда, телеметрия односторонняя, поэтому она работает только на прием. То есть вы можете подсоединиться через QGroundControl или Mission Planner, отслеживать полет вашего самолета по карте, смотреть все телеметрийные данные, напряжение, высоту, дальность, скорость полета и так далее. Но не сможете управлять и записывать команды через данную телеметрию. То есть на запись она не работает, только на прием. Причем сконструируем сегодня LRS-ку так, чтобы можно было подключать этот Bluetooth-модуль и отключать, когда он не нужен. Также для прошивки нам потребуется ST-Link 2-я версия. Стоит копейки. Ссылочку у него также оставлю. Купить его не проблема, а может даже у многих есть, кто занимается коптеростроением. Любой TTL-переходник или конвертер компорта, например, CP2102 подойдет, FTDI подойдет или можно купить сразу TTL-переходники под эти модули, которые есть также на официальной страничке производителя. Для того, чтобы это уместить в красивый и удобный корпус, чтобы это было удобно использовать, необходимо распечатать корпус под данную LRS-ку. Поляк ее тоже нарисовал. Найти 3D-принтер, думаю, не составит никакой проблемы вам. Ну или кто с Украины, можете писать мне, без проблем распечатаю. Конечно же, можно использовать без данного бокса, просто через коннекторы подключить к заднему разъему. Все это на скотч, приколхозить крючки и полетели. Или, например, можно использовать его через ретранслятор, то есть на вход дальнобойки подключить любой приемник с PPM-выходом или S-BATS и просто отдельным модулем с отдельным питанием в метрах 20 от себя ставить и управлять просто через обычную аппаратуру, что также довольно-таки удобно. Также я распечатал сразу под X-Lite корпус, но про это позже. Ну и также потребуется по мелочам, например, вот такие разъемы 2.54, да или вот такие можно взять, их все равно будем склеивать потом термопистолетом, то есть не проблема. Вот для X9, об этом я в следующем видео расскажу, там необходимо будет разъем заказать цанговый. Он ко мне, кстати, не приехал еще. Итак, приступим к сборке данной LRS-ки. Начнем с передатчика. Нам необходим модуль, кнопочка светодиод, стабилизатор, немножко проводов и паяльник. Забыл сказать вот про что. Я буду собирать на модулях 433, но следуя данной инструкции можно собрать LRS-ку на любой удобной вам частоте. Например, 868 или 915. Единственное, учтите, что у 915 и 868 отличается распиновка от 433 по прошивке. Тут можно посмотреть, допустим, у 868 сначала питание, потом свим, потом земля и потом контакт RST. Тут же наоборот, сначала идет RST, потом земля, потом свим. Единственное, этот нюанс учтите, а далее при прошивке я все покажу, какую прошивку убирать для какого модуля. То есть любой модуль на выбор берете. Просто 433 будет модуль самый дальнобойный из всей тройки, это и понятно, но менее удобный для мелких всяких крыльев и квадрокоптеров, потому что антенна будет довольно-таки большая и длинная. 868 и 915, естественно, имеет меньшую антенну. Там вообще можно взять антенны от FreeSky R9 хорошие и припаять их просто. Ну и также для передачи можно использовать FreeSky антенны. Ну, начнем сборку с нашего стабилизатора питания. Подпаиваемся на вход. Он подписан IN, плюс-минус. И с помощью подстроечного резистора устанавливаем напряжение 5 вольт. Не больше, не меньше. Можно 4,99. Вот, 4,99. Отлично. Далее, на выход стабилизатора необходимо запаять один конденсатор, соблюдая полярность. Можно использовать там 330-470 микрофарад. Вполне себе хватит. Единственное, по напряжению берите там меньше 9 вольт. У меня только на 35 вольт есть, поэтому он немного великоват, но не страшно. Места все равно много в корпусе. Так, все. И припаиваем два провода плюс-минус для запитки нашего модуля. Все, готово. Сразу смотрите, что я запаял на вход два пина коннектора, потому что будет подключаться к разъему нашей аппаратуры. Для простоты, без всякой пайки, чтобы вы здесь... Впрочем, все увидите. Далее, смотрите, на официальном сайте есть вот такая схема подключения. Все довольно-таки просто, на самом деле. Все контакты у нас подписаны с обратной стороны. По сути, необходимо нам подключить землю. Далее, питание. Потом, вход, PPM, TX, RX для программирования и для подключения Bluetooth модуля. Далее, контакт, который будет... Это у нас контакт M1. Будет подключаться кнопочки. Этот контакт будет коротиться с землей, для того, чтобы выйти в режим настройки. И первый контакт у нас M0. Будет выход на светодиод. Начнем с питания. Стабилизатор мы уже подготовили, поэтому припаиваем плюс и минус. Далее, необходимо контакту AUX подпаять также провод, которому будет подаваться PPM-сигнал. Или протокол PXX. Это фрискаевский протокол D8-D16. Вот. И эти три провода у нас будут подключаться к разъему GR на нашей аппаратуре. Смотрим внимательно на распиновку данного разъема. Второй снизу – это у нас земля. Далее аккумулятор питания. И самый верхний – это у нас PPM. То есть мы должны подключать следующим образом данные контакты. Сейчас мы сразу впаяем, наверное, разъем. И далее, самый верхний – это у нас PPM будет. Так. Далее, для того, чтобы сделать разъем нашего модуля, взял два папы от серва. Наверное, можно купить все это отдельно. Или вот такой сразу цельный разъем можно купить. Я посмотрю. Я ссылочки все оставлю в описании. Но у меня, как у заядлого моделиста, все это, конечно, можно найти в запасах. Один я обрезал до двух пинов, потому что пять пинов на аппаратуре. Вот. И судя по распиновке, как мы подключаем. Второй снизу – это у нас земля. Смотрим внимательно на распиновку. Далее, петалово. Далее, у нас один пропускается. И верхний – это у нас PPM-сигнал. Сейчас покажу, как это все дело собрать и сделать разъем. Нагрею термопистолет и сделаем. Так. Теперь, смотрите. Вставляем нижнюю часть нашего бокса. Защелкиваем до конца. И подключаем пины согласно той же распиновке. Так, то есть, у нас идет. И верхний PPM. Сразу хочу предупредить, что на данном этапе ни в коем случае не подключается питание аппаратуры. Потому что модуль без антенны может сгореть. Не может быть, а скорее всего, сгорит. Потому что по умолчанию в настройках выставлено на максимальную мощность 1 Вт. И если подключить сейчас питание, то, наверное, будет беда. Или накручиваете сразу антенну. Вот. После того, как вставили, берем клей-пистолет. А еще лучше взять, я, кстати, себе заказал, фиксатор антенн FreeSky. Знаете, этот фиксатор, то что на УФЛ разъемах. Желтенький, FreeSky, такой крепкий. Он сейчас продается отдельно в тюбиках. Отлично подходит для этих дел. Я себе уже заказал. И фиксируем с помощью термоклея данный разъем. Все. Дожидаемся остывания клеем. Теперь аккуратненько вытаскиваем. И получается вот такой аккуратненький разъем. Далее, наверное, подключим светодиод и кнопку. А после в конце займемся распиновкой разъема для настройки и Bluetooth-модуля. Припаяем кнопку к модулю. Провода я уже к ней припаял. Припаять необходимо контакту M1. Вот он здесь подписан. Есть M0. Второй контакт M1. И второй контакт на землю. Я залудил вот эту крышечку, чтобы удобнее было припаиваться. То есть при нажатии необходимо, чтобы контакт M1 коротился с землей. Все, готово. Теперь припаиваем светодиод. Светодиод подойдет любой. Паяем на минус резистор. 220-330 Ом. Припаиваем провода. Минус светодиода паяем на например, на корпус. А плюс светодиода паяем на последний контакт M0. Все, готово. Уже после сборки в корпус обязательно заизолировать нужно провода светодиода, чтобы не перемкнуть где-нибудь. Остается припаять коннектор для прошивки и настройки модуля, а также для подключения Bluetooth. Смотрите, необходим разъем. Шестипиновый. Да, 6 нам хватит. 2,54. Он вставляется вот в это отверстие, специально предусмотренное. Я сразу подписал, чтобы после сборки не перепутать провода. Питание, земля, TX, RX. Установил провода в таком порядке, в этом разъеме, чтобы они соответствовали подключению Bluetooth-модуля. Потому что, кроме как прошиваться, обновляться и настраиваться через эти разъемы, сюда же будет подключаться Bluetooth-модуль. На самом деле, Bluetooth-модуль можно было бы установить внутри модуля, его хватило бы. Он был постоянно включенный, но зачем, чтобы он постоянно работал? Мне кажется, проще сделать его выносным. Ну, а если вам не нужен Bluetooth-модуль, то вообще можно не париться с этим разъемом, а прошить и настроить можно просто через вот эти пины, которые есть уже на модуле, подключив вот такой кабель, который идет в комплекте вместе со стилинком. Поэтому необходимо сейчас будет запаять плюс-минус RX-TX. На модуле у нас все подписано. Вот, минус-плюс-TX-RX. Схему я нарисую. Да, в принципе, и по схеме, которая есть на официальном сайте, также все понятно. Единственное, так как на модуле сначала идет плюс, потом минус, на самом разъеме, видите, плюс-минус перепутаны местами. Тут же сначала паяем минус. Далее красный провод плюс. Далее у меня идет TX, то есть у меня на этом модуле, чтобы потом не путать, именно TX-приход, поэтому на третий по счету провод, который обозначен у меня на модуле как TX-паяем, RX-модуля. Так, RX у нас модулем. Вот он. И остается припаять RX на TX-модуля. Остается припаять всего лишь два провода для прошивки, а именно провод RSTM и SWIM. Контакты очень маленькие, тут пайка должна быть очень аккуратной. Итак, один провод паяю на контакт R, а другой провод на S. все, и вставляем наши контакты согласно распиновке, которую я тут для себя написал. Так, черный у меня получился REST, он крайний. и второй провод SWIM. Все. Остается просто смонтировать данный модуль в корпус. Все запчасти припаяны. Вначале залью данные контакты герметиком перед установкой. Перед заливкой, конечно, необходимо удостовериться, что все контакты правильно запаяны, провода. Можно это, конечно, залить, опять же, термопистолетом или все тем же фрискаевским фиксатором или вот таким 704, как у меня. Так, вставляем модуль в верхнюю крышку. Далее устанавливаем светодиод вот в это отверстие. Сразу его там фиксируем с помощью термоклея. Далее устанавливаем кнопочку. Под кнопочку также есть рассчитанное отверстие. И также фиксируем ее с помощью термоклея. Все, кнопочка должна свободно нажиматься. Вставляем теперь наш разъем. Вот так. И вы не поверите, также фиксируем его с помощью термоклея. Так, ну и наш стабилизатор. Изолируем. И можно собирать бокс. В принципе, все. Модуль собран. Осталось вот только прошить и настроить. Теперь займемся нашим приемничком. Так, сразу накручу антенну, чтобы после не забыть. Вот. С приемником все гораздо, гораздо проще. Там, по сути, нужно только запаять сам светодиод с резистором. И то это не обязательно. Все, а для подключения полетному контроллеру необходим только сервокабель. Так, теперь займусь приемником. В первую очередь, я хочу все-таки избавиться от SMA-разъема. Он мне не нужен. Он занимает место, вес. И также из-за него будет неудобно размещать на крыле самолета данный приемник. Отпаяю его. А вместо него можно просто впаять провод длиной 16 см, что является четверть волновой антенны. и будет очень хорошо работать. Ну, или полноценную антенну впаять, что я сделаю сейчас. Лень была, называется, доставать фен. С феном все было бы проще, конечно. Так, вот, есть у меня такой провод антенный. Очистил центральную жилу от экранировки на 163 мм. Это является чьи-то из волновой антенны, если так точно говорить. И впаиваем вместо SMA-разъема. Два боковых контакта это у нас земля. Припаиваем экранировку и посередине сигнал. Так, готово. Да, конечно, с мини-версией было бы все намного проще. Там сразу фойл-разъем. Можно было бы купить просто фрискаевскую антенну и удлинить центральную жилу, насколько нам необходимо было. Все получается вот такая облегченная антенна, которая вполне себе будет хорошо работать. Далее необходимо впаять два пина от гребенки. Можно, в принципе, напрямую провода припаять, чтобы чисто прошить контакту Reset и контакту Swim. Вот два контакта я впаял, через них мы будем прошивать. Больше никаких доработок для приемника нет необходимости сделать. Подключается минус питание от полетного контроллера CAUX. Это у нас будет S-BUS подключаться и на RX телеметрии от полетного контроллера. Да, совсем забыл. Необходимо же еще запаять сюда светодиод. SMD светодиода я не нашел, поэтому запаяю обычный светодиодик для индикации. Также, как и в первом случае, плюс на M0 и через резистор на минус на землю. Резистор, как я говорил, любой от 200 до 300 Ом. Ну, в общем, вот так запаял. Вот так и будет жить тут светодиод. Можно, конечно, и без него, но все-таки необходима индикация на приемнике, чтобы видеть, работает он или нет, подает ли он сигналы и так далее. Теперь займемся прошивкой наших модулей. Для прошивки, как я говорил, понадобится ST-Link V2. К нему необходимо подключить следующий контакт. На корпусе подписано название контактов. Это Reset, это Земля, это Swim и питание 5 В. Питание 5 В для модуля не обязательно. Можно запитывать его от аппаратуры радиоуправления, не снимая. Поэтому три основные контакты это Reset, Swim и Земля. но мы пока подключим все. 5 В. Далее Swim, Reset и Земля. Подключаем к нашему модулю. У нас тут все подписано заранее. Питание, Земля, Swim и Reset. Все, подключаем компьютер. Наш программатор. Для приемника все идентично. Те же самые контакты плюс, минус, Swim и Reset. И подключаем контактам приемника. Тут все так же подписано. Минус, плюс, боковые контакты, которые мы подпаяли. Верхние это у нас Reset и нижний Swim. Все. После подключения компьютера наш программатор должен определиться следующим образом. Для этого необходимо установить специальные драйвера. Наверное, сделаю отдельную папочку, залью на файлообменник, где будут правильные и нужные драйвера, потому что найти их бывает довольно-таки сложно рабочие, без вирусов. Вот, вот эти драйвера устанавливаем. После этого должно все заработать. Также скачиваем st-visual программер. Ссылку на него я оставлю в описании. Можно скачать на официальном сайте, но там зарегистрироваться еще та проблема. Очень долго не приходит отчет о регистрации на Mail и невозможно скачать. Поэтому, наверное, также эту программку я оставлю в папочке, где вы сможете установить ее, скачав с файлаобменник. Программка выглядит следующим образом. Необходимо сделать следующие настройки при первом запуске. Когда вы подключили ваш программатор, запросит у вас сделать следующие настройки. Если нет, то нажимаете вот на эту кнопочку и тут необходимо выбрать st-link, далее программинг моды swim и выбрать необходимый девайс. В данном случае ищите stm 8L15G J4. Далее заходим в вкладочку option byte, выбираем вот этот параметр, устанавливаем он это снимаем защиту от записи. Далее смотрите внимательно переходим во вкладку обратно программ memory выбираем скачанную прошивку прошивки можно скачать вот на официальной страничке вот config 1.9 и также вот прошивки папка с прошивками скачиваем и далее указываем путь скаченным файлом так вот скаченные прошивки необходимо выбрать правильную смотрите внимательно есть прошивки для модуля 868 100 мВт вот тут где написано 100 это 100 мВт 433 100 мВт их не трогаем у нас 1 ваттная версия 6.2 новая 433 и прошивки делятся на мастер и слейф то есть мастер это у нас передатчик слейф приемник выбираем необходимые нужные допустим у меня будет прошивка под cppm и под s-port можно также выбрать s-bass если например подключаем какой-нибудь приемник к передатчику как ретранслятор ну или можно использовать s-bass с аппаратурой управления выбрав протокол но там нужно инвертор устанавливать вот выбираем вот эту прошивочку выбрали и нажимаем записать все прошивка записана и после переподключения питания на вашем в ч-модуле должен загореться светодиод и начать моргать вот видите заморгал светодиод я думаю сразу наводки также будут слышны на микрофон все то же самое повторяем и для приемника заходим в option выбираем он записать далее переходим в вкладку программ memory обязательно переходим не открываем прошивку вот после выбираем прошивку 433 slave есть два варианта опять же cppm и sbass и есть под ublox нам конечно же необходима вот эта прошивка и так же записываем нажав вот эту кнопку все прошивка закончена после прошивки наша LRS и приемник должны сразу заработать но необходимо все-таки их настроить для того чтобы задать индивидуальный код привязки приемника и модуля также настроить мощность ну и сделать необходимые другие настройки для этого нам необходим уже или TTL переходник или любой переходник например cpp 2102 к нему подключаем также 4 провода это 5 вольт это провод земля это RX и TX далее подключаем к нашему модулю согласно распиновке плюс минус TX и RX перед тем как подключать USB кабель к нашему переходнику да плюс в данном случае не нужен необходимо запустить наш VCH модуль в режиме настройки или так называемом режиме конфигурации для этого необходимо нажать нашу кнопочку и удерживать ее и подключить питание включив аппаратуру например вот я включил модуль начнет медленно моргать это означает что зашел в режим конфигурации и только после этого подключаем к нашему USB иначе программа конфигуратор не подключится к VCH модулю для приемника все идентично плюс минус RX TX только в данном случае мы будем запитывать приемник от переходника надеюсь хватит питал его вот и чтобы настроить данный приемник его также необходимо ввести в режим конфигурации для VCH модуля у нас кнопка замыкает контакт M1 с землей тут же для приемника будьте внимательны необходимо замкнуть контакт M1 с контактом M0 и потом подавать питание и подключать USB к нашему приемнику иначе он не запустится в режиме конфигурации я для этого перемычку такую запаял чтобы проще было замкнуть вот после того как подключили перемычку можно убирать можно замкнуть пинцетом как будет угодно то есть есть такой нюанс для VCH модуля M1 на землю для приемника M1 с M0 между собой замыкаем без земли так подключаем к USB наш VCH модуль как и говорил с нажатой кнопкой вот программка такая для конфигурации наших модулей выбираем сериал порт номер 4 выбираем мастер это TX модуль и нажимаем connect все параметры все параметры за что отвечает тот или иной параметр можно посмотреть на официальном сайте тут все четко расписано можно понять что для чего самое главное вот что настроить это индивидуальный код код привязки допустим запишу свою свою дату рождения месяц и начало года пятизначный должен быть 22 0 5 8 далее выбираем протокол CPPM а нет FreeSky XGT D8 D16 далее необходимо настроить мощность нашего модуля если цифра 15 то это почти самая максимальная мощность если установить 0 то без ограничения мощность будет около 1 ватта если установить максимальное значение 15 то мощность будет приблизительно ватт там что-то около 800 милливатт или 820 милливатт выходит как бы с защитой чтобы модуль сильно не грелся этого вполне достаточно поэтому пока 15 для сверхдальней полетов наверное буду устанавливать 0 позже уменьшая значение можно уменьшить мощность модуля смотрите уменьшается увеличивается значение непропорционально этим цифрам и нажимаем кнопочку записать проверяем записали цели параметра нажимаем кнопку прочитать да все далее переходим настройки частот тут можно прописать свои частоты это 8 частот по которым происходят прыжки они могут отличаться например минимально это 433 максимально 433 875 можно открыть официальный мануал для этого модуля посмотреть какие частоты и для своего реагиона допустим выбрать частоты которые меньше всего шумят или просканировав анализаторы ну пока оставлюся по умолчанию телеметри скорость 57600 и выбираем мавлинк плюс с-порт мне пока с-порт не нужен выбираю просто мавлинк это уже буду выбирать на модуле под X-Lite тут у меня будет чисто мавлинк потому что он будет летать на орду скорее всего все записываем вот параметры флосейф оставляем все как есть по умолчанию будет работать все можно дисконнектить и настраивать наш RX-модуль приемник также начинает медленно моргать когда замкнули контакты и подключили это означает что также вошел в режим конфигурации также запускаем программку выбираем порт выбираем теперь slave RX-модуль и нажимаем connect все удачно если прошивку пишет значит все отлично нажимаем read прочитать все параметры так код пишем 22 20 5 8 далее выбираем протокол SBAS для приемника устанавливаем минимальную мощность на единичке минимальная мощность будет 200 милливатт чего нам вполне достаточно для передачи телеметрийных данных больше не нужно если установить больше то слишком будет сильно срать видеоканал помехами есть race-моды но пока в бета-версии пока пробовать не буду когда уже получу мини-модули под мини-квадрики тогда обязательно попробуем еще race-моды так ну и записываем все остальные настройки не трогаю оставляю по умолчанию все эти частоты выбираю телеметрию мавлинк фалсейф оставляем как есть для протокола SBAS не требуются никакие настройки в принципе сам полетник будет определять фалсейф поэтому тут ничего не трогаем все можно прочитать еще раз параметры на всякий случай убедиться что все записалось да все записалось код записался протокол записался телеметрия записалась все нажимаем disconnect после прошивки такой настройки все должно сразу же работать сейчас смотрите на светодиод будет видно когда есть привязка вот начал быстро моргать то есть связь с аппаратурой есть все работает единственное сам модуль в уче дает неплохие наводки на саму аппаратуру радиоуправления это понятно мощность высокая и будет немного шуметь сразу предупрежу что модуль 433 если вы захотите использовать на фрискай таранис x-light у вас ничего не получится потому что он тупо убивает x-light сейчас покажу вот таранька включена вообще опасно можно так и убить ну вот даже не поднося близко антенну на расстоянии около полуметра вот видите и сейчас отключится не буду ближе подвигать антенну но сразу говорю что она просто отключается с модулями 868 и 915 все отлично таких проблем нету также если данный модуль использовать с таранькой x-ray тоже никаких проблем нет сейчас продемонстрирую так вот таранька подношу все отлично работает все каналы работают по каналам не дребезжит бывает такое что мощные лрске часто дребезжат каналы ну раз такое дело давайте проверим на всех аппаратурах что у меня есть в наличии джампер т12 да да не удивляйтесь я в нычку пользуюсь джампером т12 ну а нет видно на дисплее что начинают дребезжать каналы управления не сильно но есть поэтому на т12 тут с опаской надо использовать данный модуль но я думаю что с 900 мегагерц 868 все будет так же отлично проверим также на еще одном джампере джампер т16 о котором вы меня просили да скоро будет обзор и мое мнение по данным апам блин он так дребезжит вот включаем лрску проверяем как повезет себя джампер т16 т12 сказал т16 ну то же как и фриски начинает просто трещать в динамике наводки есть на динамик а так все ок не выключаются каналы не дребезжат то есть на т16 также можно использовать 433 без всяких проблем ну а в следующих видосиках мы обязательно протестируем работу данной лрске все функции с подключением по блютуз телеметрии проверим конечно же на дальность и как говорил будет сборка еще модуля для фрискайта ранее с x-light какие недостатки я вижу у данной лрске ну во первых на семих приемниках сами понимаете есть только S-BUS и PPM выход то есть мы если захотим подключить сервы нам придется докупать конвертер сигнала PPM или S-BUS в PWM ну это не такая большая проблема при желании можно хотя зачем сейчас все используют полетные контроллеры никакого смысла в этом нет да у этих приемников есть возможность подключить одну серву контакт M1 в настройках вот здесь я забыл показать можно установить нужный канал и через M1 выводить PWM выход то есть для управления одной сервой то есть одна серва может использоваться например не знаю там для управления камерой там сброса груза не знаю для чего угодно второй недостаток это конечно же гибкость управления так сказать то есть все настройки у нас производятся только через компьютер подключая к переходникам управлять мощностью в че модуле можно также только подсоединяя к компьютеру пока данный модуль не работает на протоколе например R9M хотя все возможно в будущем чтобы можно было менять мощность через аппаратуру это было бы вообще сказочно но пока такой функции нет к сожалению но по другим параметрам только одни плюсы дешевизна простота изготовления при наличии хотя бы более-менее ровных рук делать тупо по моей инструкции все никаких проблем не будет постройка данной LRS так что кому было полезно видео постарался сделать как можно все подробнее возможно затянулось видео но по всем пунктам я популярно прошелся объясню и любой желающий может собрать себе данную LRS за 20 баксов а на сегодня все с вами был Юлиан ставим лайки подписываемся на канал все ссылки будут в описании где купить модуль какие запчасти все прошивки и так далее пока